Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Так как у нас скоро праздник День Святого Валентина, именно по этому случаю я решила сделать этот макияж. Итак, я уже нанесла на лицо тональную основу и, соответственно, сначала браймер. Далее я буду наносить базу под тени и хорошенечко ее растушевать. После этого сегодня я буду делать макияж с помощью палетки Naked 3 от Urban Decay. И сначала я наношу белый цвет, он идет с розовым батоном на все подвижное веко, а также подплет. Я люблю это делать, потому что именно тогда тени отлично растушевываются, не прилипают по издательным. Далее я наношу цвет лимит в вкладочку подвижного века, точнее чуть повыше нее. Далее я беру растушевочную кисточку и все хорошенечко растушевываю. В этом макияже будет очень-очень много растушевки. После того, как я все хорошенечко растушевала, я беру цвет Mooner и наношу его в то же самое место, т.е. вкладочку и чуть повыше на косточку, придывая тем самым глазу снова глубину. Затем я снова хорошенечко все это растушую. Субтитры сделал DimaTorzok Так как оба эти цвета розово-синюшно-беловых оттенков, они могут придать нашему глазу усталость или просто побитый вид. Поэтому из палетки Naked Basic 2 я возьму цвет, который называется Cover, он у меня с первой коричневый цвет и нанесу его снова с вкладочкой в века. И там у вас на предмет в палате, они чувствуются на глазах. И затем я снова все это хорошенечко растушевые. Музыка Далее я беру базу карандаш от Milani, он у меня в бежем оттенке, он абсолютно матовый и наношу на подвижные века. Ну, на эту базу я нанесу шиммерный цвет и он у меня будет очень ярким и насыщенным. После того, как я нанесла базу от Milani, я, конечно же, хорошенечко ее растушую и делаю это просто с помощью пальчика. Далее беру цвет из столетки на кентре, который называется Lair и с помощью плоской синтетической кисточки я наношу его на базу от Milani и, как видите, я ее не размазываю, а стараюсь сильно впаковать на подвижные века. Далее я беру тоненькую растушевочную кисточку, это у меня кисточка до Fiber at Real Techniques и с помощью цвета Nooner я хорошенечко растушую цвет Lair в складочке, чтобы не было никаких четких веней. после этого с помощью плоской кисточки с прямым срезом я возьму цвет Nooner и нанесу его на нижнюю линию роста ресниц. После этого я беру цвет Mung Shot, это у нас серый переливающийся, очень красивый и шумурный оттенок. Я ношу его на линию роста ресниц, куда только что нанесла цвет Nooner, чтобы убрать болезненность глаз. Затем с помощью цвета Dark Side я буду затенять уголочек глаза, я буду это делать F-образным способом и затем, конечно же, хорошенечко растушую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Затем я беру тот же самый цвет Dark Side и наношу его на 1 треть линии нижнего роста ресниц, на внешнюю сторону и затем аккуратненько растушую. Для того, чтобы убрать с него в уголках моих глаз, я возьму темный консилер, который на один цвет темнее, чем моя кожа сейчас. Это консилер от Medline. Я наношу совсем немножечко в уголки глаз и растушевываю с помощью кисточки. И, как видите, я не размазываю его, а аккуратненько вбиваю консилер в кожу. Затем я беру светлый консилер для того, чтобы высветлить область под глазами. И это у меня будет консилер от L'Oreal. Он очень жидкий и в нем довольно много спирта. Поэтому он иногда мне всушивает кожу под глазами, если я его слишком много использую. И затем я беру косметическую губку от Real Techniques и я растушевываю консилер, который только что внесла. Для того, чтобы закрепить консилер под глазами, я беру пудру от MAC, которая называется Shaping Powder в цвете Emphasize. Мне очень нравится эта пудра. Сначала я была как-то не очень рада, что купила ее. Но тем больше я начала пользоваться, тем больше она мне стала нравиться. Она отлично подсвечивает область под глазами. Не сбиваются ни в какие складочки и нет никакого ощущения пудренности после нее. Затем я беру палетку от NYX, которая называется Батный Акетольный Аду Чек. И я заполняю мои брови тем же самым цветом, как и всегда. После этого для того, чтобы высветлить область под крови, я беру цвет Strange. И чтобы не было не таких четких клиентов, я его растушевываю. Посветлять в уголках глаз я решила с помощью желтоватого сервамутрового оттенка. И это у меня будет предмет от MAC в цвете ванила. Я аккуратненько наношу его с помощью маленькой кисточки от Verity Mix. И опять же, чтобы избавиться от любого намека на болезненность глаз, я использую беленький карандаш на водной линии. Это у меня обычный каял от Essence. Он не очень пигментированный и не мягкий, поэтому его приходится замазывать очень много раз. Затем я буду красить реснички с помощью туши от Art Art, который называется Light Camera Blashes. Для контурирования я буду использовать мой любимый бронзер Kula at Benefit. Я использую сначала маленькую кисточку для контурирования, чтобы почерпнуть свои скулы. А затем для лба и шеи, также подбородка я буду использовать кисточку побольше. КОНЕЦ Сегодня я буду использовать кремовые румяны от Roskens Uricles. Это органический бренд. Мне очень нравится этот цвет. При этом придает натуральный красивый румянец. Подойдет идеально для любых оттенков светлой кожи. Наносить я буду эти румяны с помощью дуофайбровой кисточки. Сначала на нее, потом растушевываю на руке, чтобы цвет было равномерно. И наношу непосредственно на щечки. Так как мне показалось, что я нанесла эти румяны слишком высоко, я взяла кисточку, которую нанесила тональную основу и чуть-чуть подправила небольшие ошибочки. Далее я буду использовать хайлайтер от Painfit. Это у меня жидкий хайлайтер, который называется Hy-V. Я нанесла его сначала на руку. Затем с помощью кисточки наношу его на скулы. Как видите, я стараюсь не привязать этот хайлайтер, а я не надеваю с помощью кисточки. Потом мне показалось, что его абсолютно не видно на моей коже, поэтому я нанесла еще чуть-чуть. Хотя все равно осталось недовольным результатом. Далее я наношу этот хайлайтер на мой нос и немножечко на область над верхней губой. Мне очень хотелось использовать яркую розовую помаду для этого макияжа, поэтому я взяла жидкую помаду от J.K.E.T.S.E. Она называется Wonderly Faint. У нее очень красивый переливающийся оттенок. Мой маклевая чем-то свиненький, яркий, насыщенный цвет фукси. Далее мне показалось, что я все-таки хочу ресничок накладной. И для того, чтобы реснички накладной не были столь очевидными, я нанесла сверху айлайнер. Затем я все-таки решила припудрить лицо для того, чтобы оно не пустилось в течение дня. И вот таким вот получился наш конечный результат. Я надеюсь, вам понравился макияж. Также я желаю вам отлично провести День Святого Валентина. Не важно, если у вас есть пара или вы будете проводить его в кругу друзей. Спасибо большое за просмотр и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!